Пост, как мы сказали с самого начала, это все-таки еда. Еда, питье, воздержание в том числе от алкоголя. Ну, дальше начинаются всякие дополнения, в том числе и касающиеся супружества. Надо ли вам, дорогие зрители, распространяться о том, что супружеская близость – это дело не индивидуально, а всегда касается двоих. По этой причине апостол Павел не случайно пишет, не уклоняйтесь друг от друга, иначе, как по согласию. Это слова Священного Писания, это уже не просто кто-то посоветовал, это слова Священного Писания, иначе, как по согласию. Супруги должны быть сами себе достаточными судьями, самодавляющими судьями. Сами решают, супруги, когда им иметь супружескую близость, когда нет. Один есть, ну, каноническая, так сказать, каноническая ступенька, каноническое утверждение, что перед священным, перед святым причастием, накануне святого причащения, причащения святых дорог, супруги воздержатся друг от друга, потому что общение с Господом, так бы сказать, имеет прецедент над общением супружеским. В остальное время строго по согласию. Так что этому человеку надо будет посоветовать конкретно, чтобы его, он попросил бы жену написать письмо какому-то священнику, ну, как компетентному, или поговорить с каким-то женатым священником в храме, с тем, чтобы она не устраивала таких, ну, так сказать, препонов супружеской жизни. Спасибо.